Продолжение следует... Так что муравьев вы сможете приобрести только в Москве или Московской области. Давайте расскажу вам про тех колоний, которые больше не будет на канале. Это Крематогастер Берой, Компонотус Псевдоританс, Плагиолеписы, также часто задаваемый вопрос, а где Париусы? Их и всех остальных я продал. Но есть и хорошая сторона этой новости. Занимался я не только отправками посылок, но и разработкой новой продукции, а именно это акриловые арены и кит-комплекты для муравьев. Давайте начнем с первого. В нашем магазине появилась новая продукция, а именно это Большая Акриловая Арена и Малая Акриловая Арена. Про это поступление в магазин сниму точно отдельное видео. Скажу все-таки пару слов про арены. В Большой обитают у меня сейчас довольно много колоний, такие как Анаплолейпсы, Лазиусы и Пахикандилы. Более меньшие арены подключены к Формикариям и отлично себя проявляют. Размеры, цены и дополнительную информацию вы можете посмотреть у нас в группе. Ссылку на нее вы точно найдете в описании. В скором времени поступят кит-комплекты ферм в продажу. Кто не знает, что это, объясню. В этом наборе будет готово Формикарий с ареной для заселения муравьев по более привлекательной цене. Сегодня я, наверное, отвечу на самые часто задаваемые вопросы по муравьям. А именно вопрос о Анаплолейпсах. Давайте введу вас курс дела. Моя самая первая колония, которая была из примерно 40 рабочих, достигла, как я помню, примерно 50-60 особей. И я продал их. После чего, через какое-то время, я заказал еще одну большую колонию грацеллипсов, состоящую из трех маток. И рассадил их. Сейчас у меня осталась одна, не купленная и самая маленькая колония. Точнее, ее отводок. Живут они в самой большой акриловой арене, в которую я насыпал песочкой, и неплохо себя чувствуют. На самом деле, в первое время я думал, что матка неоплодотворенная, из-за того, что у них месяц не развивались яйца. Но после активного кормления и переселения, у них в один момент появилось несколько личинок. Сейчас колония отлично себя чувствует, съедает одного таракана в сутки и готовится в дальнейшем к переселению в формикарий, если ее никто не купит. Наконец-то это совершилось. У меня пришли в очень активный рост филайхи. Это африканские кампы, точно такие же, как и макулатусы. Живут в СФ, подключенные к маленькой арене. Муравьи вообще не требуют увлажнения. Увлажняем раз в неделю по одной камере, это примерно 5 кубиков. И сразу переносят весь расплод, да и самих себя, в самый неувлажненный уголок этого маленького формикария. Кушают очень хорошо. Постоянно эти реактивные муравьи летают по арене в поисках очередного тараканчика или капельки сиропа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Акантомирмиксы? Да, они живы и живут у меня на протяжении года, наверное. С ними очень интересная ситуация. После смерти матки муравьи так и оставались в пробирке. Появлялись периодически новые рабочие. Как я понял, опротворение у этого вида в незде присутствует. Это, конечно, отдельная и сложная тема для разговора. Если будет интересно, то, думаю, смогу все разложить по полочкам и объяснить. Муравьи живут в маленьком гипсовом формике. Отлично себя чувствуют. Могу сказать точно, им куда комфортнее в гипсе, чем в пробирке. За все содержание этого вида я это точно выяснил. За всю свою, так сказать, недолгую жизнь, они прошли хороший путь. Они побывали в трех формикариях. Достигли практически сотни рабочих. А это примерно 1 четвертая их максимального количества в колонии в природе. Это замечательные муравьи. Сейчас в колонии находятся три матки с крыльями. Самцов нету. И появляются одни самцы или крылатые матки. Я думаю, когда появятся самцы, в скором времени, примерно через пару месяцев, и появятся новые рабочие. Надеюсь, вы поняли. Так что, если тема для разговора вам интересна, как у них это все там происходит в колонии, то пишите в комментариях. Напишу сценарий. Да, это займет времени, но постараюсь вам все объяснить. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Если мой голос изменился, или я очень охрипло, или плохо говорю, то сорян, я сейчас болею. Не забывайте подписываться на канал. Поддержите канал лайком, конечно же, комментарием. Подписывайтесь в группу. Там продаются муравьи, формикарии, арены, да все, что нужно, чтобы жить счастливым мирмекипером. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи. Пока. ПОДПИШИСЬ.